Эту болезнь в народе называют царской, но несмотря на такое название, недуг коварный и неизлечима. Его лечение высокозатратное. При тяжелой степени заболевания на одного больного государство выделяет порядка 60 тысяч долларов в год. В толпе других детей вы никогда не распознаете больного гемофилии, однако их все же считают особенными. Как мы диагностируем это заболевание? Естественно, мама должна обратить внимание на поведение ребенка. Если ребенок начинает ходить и при этом даже небольшая травма вызывает большой ушиб, она обязана обратиться к врачу и сделать определенное обследование. Главный анализ, по которому мы ставим данный диагноз, это коагулограмма. Берется кровь из венки и смотрятся показатели гемостаза. Если там есть изменения такого больного, педиатр отправляет к гематологу. И мы начинаем уже более серьезное обследование, определяем количество того или иного фактора в крови. На Брещене диагноз гемофилия поставлен 30 детям. В первом педиатрическом отделении областной больницы для таких больных 10 коек. Сегодня занята лишь одна из них. Лечение обеспечивается полностью за счет государственного бюджета. Оно включает в себя использование факторов. Если 10 лет назад их применяли исключительно в ходе операций, сегодня употребляют их для профилактики. Пациенты получают препараты на руки и вводят их самостоятельно. В нашей области разработана специальная программа, по которой она существует во всей Беларуси, по которой детки, которые страдают тяжелыми степенями гемофилии, ежеквартально получают на руки фактор. От 10 до 20 тысяч единиц. И, естественно, заподозрив у себя какое-то кровотечение, как правило, они сами умеют находить вену, вводят себе это лекарство. И если приезжают к нам, то, естественно, намного минимизированы последствия таких кровотечений, и они легче восстанавливаются. Однако пациенты получают не только необходимые препараты для лечения, но и физиотерапию. Дети, которые лежат в гематологии, проходят лечение для того, чтобы как можно больше уменьшить последствия от кровоизлияния суставов, чем опасна гемофилия. Мы делаем таким детям электрофорез, который позволяет уменьшить боли. Потом делаем процедуры амплипульс-терапии, ультразвука, который позволяет минимизировать последствия. Сейчас, после новых методов лечения, стало лучше. Все-таки таких тяжелых последствий мы уже видим реже. Опасный диагноз нарушения свертываемости крови ставят еще в детстве и только мальчикам. Девочки являются носителями гена. Так принято думать, но врачи говорят, что бывают случаи, когда болезнь не щадит и женщин. Женщины болеют крайне редко. Для этого надо, чтобы был папа носитель, мама носитель гемофилии, а папа больной гемофилией. Слава богу, у нас в области таких больных нет. Гемофилия – неизлечимое заболевание, но это не приговор. Благодаря многочисленным достижениям в области медицины и современным методикам лечения с диагнозом гемофилия можно жить полноценно.